Унылая пора Осень любили Пушкин и Брюсов, Суриков и Чехов. Для нас, работников культуры, это особое время года. Открываются двери перед воспитанниками детских школ искусств, прибавляются посетители в библиотеках, афиши пестрят новыми интересными социально-культурными проектами. А это значит, вновь наступил творческий сезон. Ну а наша программа «Высокая нота», как всегда, на гребне волны, готова рассказать вам о том, что происходит и что будет происходить на лоне культуры. Человек живет в окружении звуков. Звонки мобильных телефонов, рев машин, телевизор и радио. Даже у города есть свой определенный тембр. По неволе мы становимся аудиалами. И в таком разнообразии звуков редко появляется возможность насладиться классической ноткой. Но недавно во Дворце культуры Северского трубного завода прошел концерт заслуженной артистки России Надежды Атлас под названием «Классика современникам». Надежда Яковлевна приехала не одна, со своими учениками. Полевчане смогли насладиться произведениями великих композиторов Рихарда Вагнера и Фредерика Шопена. Давайте и мы с вами хотя бы ненадолго пригласнемся классическим ноткам классических шедевров. Это фортепианный ансамбль Владислав Чепинога и Елена Эндебери. Лауреаты международных конкурсов, солисты Свердловской филармонии открыли концерт произведениям Рихарда Вагнера. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого композитора. И именно ему сегодня была посвящена большая часть концерта. Отдельную страничку уделили произведениям Фридерика Шопена. «Классика современникам» проходит у нас в городе второй раз. В этом году отличительной чертой концерта стал блок классической гитары. На гитаре играл Евгений Ерошников, лауреат международных премий. Соло на гитаре было решено привнести в программу по многочисленным заявкам публики. И, конечно же, главной звездой концерта стала Надежда Атлас, заслуженная артистка России, профессор, член Международной ассоциации фортепианных дуэтов, президент международного конкурса «Русский сезон» в Екатеринбурге. Ее регалии можно перечислять бесконечно, но лучше всего сказать, это человек талантливый от Бога. На данной сцене со своими учениками она подарила полегчанам несколько часов классической музыки. На вопрос, кто же из великих композиторов в большей степени вдохновляет, Надежда Яковлевна ответила, что не может выделить одного. Любовь в ее сердце живет каждому композитору, но все же есть и свои предпочтения. Любимый тот, который рождается, то есть, который появился сейчас. Вот я сегодня буду играть Шопена, значит, он для меня любимый. Я буду играть там, если Чайковского, он для меня любимый. Я вообще всеядна, ну, как у каждого человека есть свои пристрастия. Конечно, я больше тяготею к романтической музыке. Надежда Яковлевна отметила, что ей всегда приятно посмотреть на нашу публику. Сегодня в зале собрались все и школьники, и люди пенсионного возраста. У нас вообще хорошая, открытая публика. И если на сцене происходит что-то интересное и значимое, публика на это реагирует. Русская публика. Вот обмануть невозможно, потому что среди публики есть много, так сказать, малоискушенных людей. Поэтому все вполне искренне у них происходит. То есть не просто дань там мастерству, умению, а вот такой душевный, эмоциональный отклик на происходящее. Поэтому публика отменна. Этот концерт в очередной раз подтвердил, что внимание современников направлено на классическую музыку. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Все на высокой ноте. Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супружескую измену. Кризис среднего возраста, духовный застой, творческую неудовлетворенность, поиск идеала. Но измена есть измена. И боль от нее не шуточная. Теоретизируют на эту тему в основном, естественно, мужчины. Ибо этот кризис среднего и старшего возраста, как правило, приходит именно к ним. А вот боль испытываем мы, женщины. Что это, скажете вы? Неужели программа о культуре? Да нет, это недавно прошедший в Полевском спектакль под названием «Месть обиженной женщины». В главной роли был неподражаемый Панин. К Алексею Панину можно относиться как угодно. Репутация скандального типа крепко закрепилась за этим актером. Тем не менее, зал встречал приятно. Сейчас полевчанам, которые собираются во Дворце культуры, предстоит окунуться в действие. Оно развивается в двухкомнатной квартире, в которой жили Александр Николай Денисов и Ольга Елена Баркевич. Композитор и переводчица. Им около 60 лет. Вдруг за два дня до своего юбилея Александр заявляет супруге, что разводится с ней. Встретил новую любовь – 19-летнюю Александру. Или, как ее называл, воробушка Мария Ливандина. И она переезжает к ним жить. Ольга, долго не думая, на следующий же день приглашает в дом молодого человека Леонида, которого играет Алексей Панин. И он также переезжает жить в их квартиру. И вот эта трагикомедия и развивалась на сцене Дворца культуры Северского трубного завода. Спешу сообщить, что герой так и не мог понять, как женщина бальзаковского возраста может полюбить молодого человека. При этом сам он считал, что мужчина в его возрасте способен полюбить молодую девушку, так как он творческая личность, а ему необходима муза. В общем, обиженная женщина, как убедились зрители, опасна. Зато в итоге супругам удалось сохранить брак. Спектакль в Полевском прошел на одном дыхании. Московские артисты были в ударе и на сцене, и потом, когда давали интервью. Есть публика театральная, которая ходит именно… Ну, опять, как объяснить? Я приезжаю в город Мунитогорск. Ко мне подходит женщина, которая говорит о том, что за кулисы. «Ой, нам так нравится там ваш сериал какой-то, это полный ужасный сериал какой-то был, я его терпеть не мог, а она его смотрит, и ей действительно нравится». И тут же в этом Мунитогорске девушка, 18 лет, совершенно другого интеллектуального склада. Какая разница, какой город. В каждом городе есть люди одни, а есть люди другие. И этот спектакль абсолютно для любого зрителя, вот абсолютно для широкого зрителя, этот спектакль воспринимается во всех городах одинаково. Кого вы играете, вот часто спрашивают, там, здесь или в кино. Ну, как тебе объясню, кого я говорю? Человека. Если я начну… Это же не классик, это же не Чехов, которого все знают. И это, ну, человека. Ну, как, что объяснять? Так же, как, ну, спектакль, о чем? Ну, комедия. Вам много надо, долго надо готовиться обычно? Мне не надо готовиться, мне надо переодеться. Все говорят, вот прямо про нашу жизнь. Дело в том, что часто на сцене играются трагедии, часто на сцене играются вот или комедии. На самом деле, реальная жизнь – трагикомедия. У нас часто в одном дне бывает и горе, и радость, хорошая встреча, плохая встреча и так далее. И вот жанр этого спектакля, по-моему, именно трагикомедия. Здесь есть место и серьезному, и здесь, ну, надеюсь, зрители это оценят, очень много юмора. Правда? Да, согласна. Ну, как, о чем спектакль? Месть обиженной женщины. Это ужасно. Естественно, о любви. Ну, если женщину обидели, так же и мужчину, если обидели. То есть, если такая фраза имеет место быть, значит, что? Значит, человеческие взаимоотношения, правильно? Самое главное, что существует в человеческих взаимоотношениях мужчины и женщины – это любовь, естественно. Значит, о чем? О любви. Зрители, они, в принципе, везде очень похожи, и нас везде очень хорошо встречают, и ждут, и вот это приятно. Вообще, в Москве живут люди со всех городов нашей страны. В Москве именно. Это точно. Поэтому зритель, по-моему, я вам скажу, что понравиться зрителю так же сложно в любом городе, даже небольшом, так же, как и в Москве там или где-то. Абсолютно. Абсолютно никакой разницы. Ольга Фролова, Константин Миронов. Все на высокой ноте. На этой неделе во Дворце культуры Северского трудного завода можно будет посетить литературно-музыкальное кафе «Белый парус». Откроется оно 10 октября в 17 часов. Днем раньше, 9 октября, открывает двери клуб «Серебряный возраст» для людей элегантного возраста. Ждем вас, как всегда, в 17 часов. Ну а в субботу, 12 октября, можно будет отдохнуть всей семьей и посмотреть старый добрый спектакль «Бременские музыканты». Это Екатеринбургский театр юного зрителя приезжает к нам в гости. Словом, смотрите, чувствуйте, воспринимайте и живите дружно вместе с таким холодным, но таким теплым временем года, осенью. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok